Здравствуйте, мои зрители, подписчики, гости канала. В этом видео я представляю вам краткий обзор и отзыв на книгу Люци «Синя. Темный лес». Чтобы не забыть о том, что я хочу сказать, я вот сделал себе небольшую подсказку. Книга вышла спустя два года после первой книги, после задачи трех тел, в которой он описывает так лихо Сафоны, описывает общество Земля Трисолярис, описывает Китайскую революцию и попытку землян как-то противостоять влиянию общества Земля Трисолярис и Трисолерианам вообще через Сафоны. И здесь, в книге «Темный лес», все-таки в отзыве на эту книгу, здесь, в этом видео. Я начну с конца. И мы поговорим о «Темном лесе», но в космическом масштабе. Почему мы не можем найти другие цивилизации? Почему они прячутся? Так мы могли бы сделать вид. А почему вывод? А почему мы не прячемся? Почему мы отсылаем вояджеры с табличками о том, какие мы здесь находимся? Отсылаем информационные сообщения в пространство и так далее. Почему мы себя не прячем? Но, с одной стороны, для того, чтобы определить, где находится обитаемая планета, нужно три координаты относительно чего-то. То есть, допустим, у нас есть центр галактики. У нас есть центр галактики. А мы находимся в дальнем рукаве этой галактики. Млечного пути движемся. Солнечная система. То есть, нам, чтобы определить свое местоположение, нам нужно указать координаты относительно 30 других звезд в галактике. Только тогда мы можем дать эту информацию в общее пространство и дать о себе знать другим цивилизациям. Но Люци Синь говорит, что этого делать не надо, потому что галактика — это темный лес. И темный лес в его представлении заключается в том, что вот на земле, если мы выходим, в темный лес заходим, то мы подвигаемся опасности. Если мы где-то шумим, то на нас обращают внимание медведи, волки, лисы и так далее. Мы для них становимся добычей. Так и для других цивилизаций в космосе. Если мы где-то обозначили себя, что мы вот такие хорошие тут есть, мы вас ждем, то на нас начнется охота на Земля. То почему Люци Синь нас об этом предупреждает? В том, что поиск внеземных цивилизаций — это палка о двух концах. И он говорит, что не на всех цивилизациях, как он нам показал в книге «Задача трех тел», не у всех цивилизаций благоприятные условия существования, такие как на Земле. что есть, допустим, цивилизации с двумя или тремя солнцами, которые не знают, как им выжить. А здесь мы такие «Привет, идите к нам! У нас тут рай практически по сравнению с тем, что там у них». И что? И мы думаем о том, что нас пощадят? А пощадили, мы сами пощадили индейцев, которые были в Северной Америке, в Южной Америке, когда завоеватели, конкистадоры пришли туда, после Колумба. Мы их пощадили, мы считали их себе равными. А почему мы считаем, что те цивилизации будут считать нас равными себе? Логика не работает? В другую сторону логика не работает? Вот про это книга. А проект «Отвернувшиеся», «Гибернация», «Разбужение после гибернации», «Сафоны» — это все вторично в «Темном лесе». И, наверное, единственный достойный упоминание персонаж из всего «Темного леса» — это профессор Лодзи, который, получив статус «Отвернувшегося», сказал, да не надо мне этого. Но если вы мне даете, скажем так, ресурсы, то я их вот так вот использую. Я уеду далеко в лес, не говорите мне, где я нахожусь. Я уеду далеко в лес, найду себе жену-красавицу, о которой я мечтаю во снах с помощью нашего детектива Даши, и буду себе жить-поживать. Ну и параллельно я, может быть, что-нибудь придумаю по поводу ваших три соляриан, как их победить. А в итоге как раз он и придумывает метод. Когда Даши находит ему жену, вот эту девочку, она оказывается художницей, или кто-то из области искусств, сейчас уже точно не помню. И они, он возит ее по выставкам, и они вместе придумывают язык мимики. Потому что сафоны читают мысли, и нельзя думать и говорить, допустим, о том, как их победить. Но сафоны не могут читать мимику, они не могут читать выражение глаз и так далее. И вот эта пара они придумывают по, то есть Лодзи догадывается об этом методе с подачи его жены. Не помню, как ее зовут, но не важно это сейчас. Потом, через какое-то время, она рожает от него ребенка, и они продолжают жить в домике в лесу у озера. А потом я не знаю, что происходит с этой женщиной. Почему она больше поверила Совету обороны планеты, а не Лодзи? Человеку, от которого она родила ребенка. То есть получается так, что кто-то из СОП приходит к ней и говорит, что она отвлекает Лодзи от решения проблемы с Трисолярисом. И отвлекает его от проекта, от вернувшейся. От того, что он должен работать над решением поставленной перед ним задачи. Но как она не догадалась, что он уже работает, и благодаря ей они создали вот этот язык. Скрытный от Трисолериан. Им нужно было, может быть, лет десять. Но не получилось. И получилось так, что она соглашается лечь вместе с дочерью в гибернацию. Неизвестно на сколько лет. Потом мы узнаем, что она больше чем на двести лет. А Лодзи приходится лечь в гибернацию через какое-то время. Он помыкался, помыкался. Не смог добиться того, чтобы разбудили обратно его любимую с дочкой. А тут, опять, общество Земля Трисолярис изобретают какой-то, с помощью опять же сафонов, изобретают какой-то чудо-вирус, который действует только на Лодзи. И заражают его этим вирусом. А лекарства нет в современности. И ему тоже приходится речь в гибернацию. Вместе с... Сейчас, одну минуту. Хайнсом. Хайнсом и Кейко Ямасуки. Еще одна пара, которая осталась в живых из Хайнсета отвернувшейся, а Кейко, это его жена. Они разрабатывали ментальную печать, чтобы запечатать в разуме, с помощью специальной системы, запечатать в разуме солдат, чтобы они не сомневались в победе. Чтобы потом, когда космический флот будет создан, через какое-то время, их отправить на этом космическом флоте бороться с Трисолярисом. Их тоже на 200 лет замораживают. И еще одного замораживают сейчас. Джан Бэйхай. Это политический комиссар военно-космических сил Китая. Собственно, тот, которому и нужно запечатывать разум. Но он и так верит. Он и так верит, и он узнает, что есть проект электромагнитного двигателя, который можно использовать в космическом флоте. Но ему мешают лоббисты из корпораций, которые по старому, то есть аэрокосмические корпорации, которые на старых принципах разрабатывают корабли. И он решает эту проблему радикально. Он находит, покупает где-то кусочки метеорита, там метеорит может быть такой. Потом он его то ли расплавляет, то ли еще как-то делает из них пули, 30 пуль. И пистолет отправляется в космос, выходит в открытый космос, ждет, пока вот эти лоббисты, они выйдут на космическую прогулку. Это у них, как это сказать, рекреация, отдых, релакс. Они же могут себе позволить. И вот когда эти лоббисты выходят из шлюза космического корабля, Джан Бихай выпускает по ним, сколько там, 25 пуль он потратил на то, чтобы пристрелять пистолет. 25 пуль он выпускает в их, ну и плюс еще он кого-то, еще кого-то убивает этими пулями из метеорита. Имитируя нападение именно несчастный случай, что метеорит пролетал мимо, осколки метеорита пролетали мимо и пробили скафандры и убили этих людей. И Джан Бихай тоже ложится в гибернацию, потому что он сказал, что он свое дело выполнил. И они просыпаются через 200 лет. Уже есть космический флот, уже есть лекарства от болезни Лодзи и... Лодзи или где надо удаление ставить, я не знаю. И Лодзи просит, разбудите жену и ребенка. А ему говорят, нет, вы не закончили свою работу от вернувшегося. Ну тогда дайте ресурсы. Нет, пока заседание не проведено по возобновлению проекта. Пока вот поживите вот там. Даши возвращается, тоже был в гибернации. И они встречаются после пробуждения Даши и Лодзи. И Хайнс с Кейко тоже пробуждаются и принимают участие в заседании Совета оборудования планеты. Ну или как он там тогда называется. И через 200 лет оказывается, что космический флот это отдельное государство. Со своими командирами, со своим правительством и так далее. И туда прибывает Джад Байхай. Для чего? Для того, чтобы быть заместителем командира одного из кораблей. Но поскольку в космическом флоте думают, что среди капитанов кораблей, среди командиров этого флота есть те люди, которым запечатывали разум. Или те, кто могли пострадать от этого. Хотя опять же я могу забыть. Какая-то есть причина, по которой нужно этих командиров контролировать. Чтобы они были на стороне земли, а не на стороне три Соляриса. И вот Джан Байхай становится одним из таких контролеров. Ему передают коды доступа к системе управления кораблем. И теперь все команды капитана, которые остаются капитаном, но какая-то женщина, я не помню, как ее зовут, будут проходить через его терминал. И если Джан Байхай согласен с курсом, с приказом на обстрел и так далее, он нажимает кнопку и команды проходят. И сразу после получения этого доступа он запирается в этой каюте и уводит корабль далеко-далеко. За ним отправляются в погоню два или три корабля. Он с ними ничего не делает. Он уводит далеко этот корабль, который он угнал. И он объясняет это тем, что очень опасная ситуация. Капли, которые послал Тей Солярис, одна уже прибыла в Солнечную систему, а другие на подходе. Для чего нужны капли непонятны? Что они такое непонятны? Они отражают полностью весь спектр волн. Радиодиапазоны, солнечного диапазона, рентген и так далее. Все волны отражают. Непонятно из какого материала сделано. И вот Джанбэхай принимает такое решение и никому не говоря уводит корабль подальше. За ним уходят еще три корабля. И еще два корабля уходят, не знаю почему, не помню, почему тоже уходят далеко. От общего скопления флотов. А флот принимает решение захватить одну из капель, чтобы ее изучить. И во время этого захвата происходит что? Капля активируется и разбивает напрочь весь этот флот. И причем она двигается, такие паневры совершают, которые по представлениям земных физиков просто невозможны. Она может резко остановиться, резко сменить направление, потом обратно. И движется так быстро, что ее просто не поймать. После того, как она разбивает флот, и остаются вот те самые шесть кораблей, которые успели уйти. Один из которых благодаря Джанбэхаю. Какой он молодец, да? На первый взгляд. Ничего страшного, сейчас мы до этого дойдем тоже. И она летит к Солнцу. Для чего? Для того, чтобы невозможно было еще раз передать координаты Земли с помощью ретрансляции. Ретрансляции через Солнце сигнала и усиления с помощью Солнца этого сигнала отправить его в дальний космос. Потому что, если это будет сделано, то тогда на Землю и на три Солярис уже нападут другие цивилизации. И тогда три Соляриана придется драться не только с землянами, но еще и с другими, может быть, еще более высокоразвитыми цивилизациями. Вот. Для этого они посылают эти капли. Джанбэхай опять, возвращаясь к нему. После того, как он увел корабли, он торгуется с капитаном, той женщиной. Типа, ладно, я вам верну доступ. С одним условием. Что я остаюсь на этом корабле и мне ничего не будет. Все. Ладно, они это все порешали. Возвращается этот доступ. И... Что происходит? Поскольку осталось всего вот эти четыре корабля, они рядом. То получается так, что у них мало ресурсов. Им вот из этих четырех кораблей, которые остались, которые... Один корабль Джанбэйхая и три, которые пошли в дохонку. У них ресурсов, то есть ремонтных блоков для замены, для ремонта кораблей, еды, воздуха и так далее. У них хватает только на один корабль. И только на экипаж одного корабля. И когда экипаж корабля Джанбэйхая это понимает, они решают атаковать другие корабли. Но не успевают. На них нападает другой корабль. Один из тех, кто преследовал. И этот один корабль уничтожает все три корабля практически за несколько минут. А поскольку электронные компоненты, механические компоненты, ничего с ними не было, только люди уничтожены. То соответственно этот корабль забирает себе всю базу кораблей, еду, запчасти и так далее. И они остаются одни в космосе. Но возвращаясь на землю. У нас же еще есть Лот Зи. Он отчаявшийся. Потому что его втянули в проект по выстраиванию защиты в астероидном поле. Хотя он говорил, что нам не хватит ресурсов, чтобы выстроить эту защиту против Трисоляриса. Но он умный человек. И он, что он делает? Он по-тихому сооружает в этом поле свою систему. Какую? Чуть попозже. И самые последние главы. Прошло 208 лет. Или 210. Не помню. И ну как они начали отсчет. Но новый календарь. Эра кризиса. То есть с начала кризиса начался новый отсчет лет. Ну пусть там 210 лет. И он приходит на кладбище, где похоронена Ева Ньдзе. Сидит у нее на могиле. И думает уже покончить с собой. И он копает себе могилу и говорит. Как будто в пустоту. А его слушают. Кто? Сафоны. Его слушают сафоны. И в какой-то момент 3 сафона превращив из 11 измерений. Помните я вам рассказывал в прошлом видео. Из 11 измерений протона становятся 6 измерений. И появляются возле Лодзи. И он начинает им рассказывать, как он их уничтожит. И Сафоны, и Трисолярис, и всех остальных. Оказывается, вот тот проект в астероидном поле. Что он сделал? Он поставил там бомбы, которые остались. Сейчас я вам скажу от кого. Наверное, все-таки от Рейдиаса. Тормоядерные бомбы. Оттуда еще. И он их таким образом разместил. Рассчитал их положение. Что как только он умрет, сработает система. Как раз эта система Рейдиаса, которая срабатывает в момент смерти человека, к которому эта система присоединена. То будет отправлен сигнал туда. И будут взорваны эти бомбы. Они взорвутся. И таким образом были выстроены все эти. Что будет полностью в дальнем космосе засвечена информация о положении Солнечной системы. Относительно других 30 звезд. 29 звезд внешних. И одна с 30 это Солнце. И он говорит этим Сафонам. Вот смотрите, что я сделаю. И объясняет им план. Что? И они спрашивают. Что ты хочешь? И он говорит. Вот эта капля, которая там. Около Солнца. Она прекращает свое глушение Солнца. И любых передач. Эти Сафоны отмечают тут же. Все выполнено. Мгновенный ответ. Капли, которые летят. Говорит Лодзи. К земле. Они летят мимо Солнечной системы. Сафоны такие. Две секунды. Задание выполнено. Что еще хочешь? Он такой. Подумал, подумал. Говорит. Флот. Трисалярианский. Летит мимо Солнечной системы. Они такие. Зависли надолго. Минуты две или три их не было слышно. Потом. Сафоны спрашивают. Ну, вы же понимаете, что у флота нет дозаправки нигде? То есть, если он пролетит, то там все люди погибнут. Он такой говорит. Мне важнее земля. Так что пусть летят мимо. Снова переговоры. Видимо, сафоны общались с командирами флотов. Долгие переговоры. Минут 10-15. Сигнал туда, сигнал обратно. Сафоны такие. Все сделано. Флот летит мимо земли. И два сафона улетают. Остается один. Висит перед Лодзи. И сафон спрашивает. Ну, а что теперь? Лодзи вылезает из могилы, которую он себе выкопал. И говорит. Ну, теперь пойду я в город. Передам вот эту систему, которая на мне повешена кому-нибудь другому. Пусть они теперь. Пусть кто-нибудь другой отвечает за термоядерные бомбы в астероидах. И сафон улетает. То есть, насколько фантастика вот эта, как, откуда бурная фантазия. Бешеная фантазия автора. Так же, как я говорил о фантазии Чайном Евеле в посольском городе. В отзыве. Как можно было. Там язык. Арьякаев. С крыльями, подрезами, поворотами. Здесь сафоны. Компьютер из людей. И единственный человек, который выполнил свою миссию отвернувшегося. Лодзи. Тот, который не хотел быть отвернувшимся. Который хотел отказаться, но нельзя было отказаться. Потому что, если назначен отвернувшимся, то он до конца своих дней таким остается. И он полностью выполнил свою. И теперь он может спокойно дожить. Сколько ему там осталось. Ну, неважно. С женой, которую он сам себе выбрал. И нашел с помощью Даши. И дочкой. Это был отзыв. На книгу. Темный лес. Люци Синя. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Комментарии черкните. Что вы мне посоветуете почитать. Интересного, хорошего. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всяческих успехов. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok.